Мама, как много в этом слове! Теперь еду можно не покупать, а печатать. Как Елобужский институт отметил свой день рождения и 219-летия Казанского федерального. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Карина Саяхова. День матери – это праздник, который отмечается во многих странах нашего большого мира. В этот день дети и взрослые выражают свою любовь, уважение и благодарность матерям, дарят им подарки и цветы. Этот праздник напоминает нам о том, что быть мамой – великая миссия и огромная ответственность. В следующем сюжете мы расскажем об истории многодетной мамы, шестерых детей, преподавателя Казанского федерального университета, а также поведаем, какие цветы лучше выбрать для выражения своей любви. Уже более двух десятков лет в России официально отмечают очень теплый и трогательный праздник – День матери. Связь между мамой и ребенком нерушима и непоколебима, как сила любви, которая их объединяет. Неудивительно, что в мире появились свои особые дни, посвященные именно им. В нашей стране этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он выпадает на 26 число. Официально он появился в нашей стране в 1998. Тогда с инициативой установить торжественную дату выступил Комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. В пояснительной записке отмечалось, что праздник должен подчеркнуть колоссально важную роль матери в жизни каждого человека. Среди сотрудников Казанского федерального университета также сотни примеров того, как женщины, имея за плечами не одного, а сразу несколько детей, работают на благо вуза. Так, Марина Варламова, являясь матерью сразу шестерых детей, считает, что совмещение работы и колоссальной ответственности за них дается ей достаточно просто, однако не без своих подводных камней. Ей кажется, что это напрямую связано с количеством детей и существует большая вероятность, что времени на каждого будет сильно не хватать. Когда я работала уже с четырьмя детьми, будучи беременной пятым ребеночком, интересно было детям получать информацию, которую я приношу им с работы, потому что мы работаем с иностранцами, им было, как правило, интересно все, начиная от имен, заканчивая какими-то традициями иностранцев. Поэтому они, когда подпитываются, когда ты видишь, что детям тоже интересно, когда мама работает, что она получает какую-то новую информацию, готова им передать какие-то новые знания, вот это подкрепляет. Поэтому в новый день идешь с новыми силами, с новыми эмоциями, с радостью, что ты можешь и чему-то научить студентов и что-то принести, какую-то информацию домой и эмоции положительные. По мнению многодетной мамы, важнейшим фактором воспитания детей счастливыми в здоровой среде является любовь. Это касается всех сфер жизни, профессий, хобби и карьеры. Однако здесь стоит понимать разницу между гиперконтролем и безразличием. Вот это да, смотри-ка что-то. Ну, часовня какая-то в Новосибирске. У нас вот там на магнитике тоже где-то Новосибирск есть. Ты не видел? Не знаешь? И на кружке был Новосибирск. Семейная любовь не должна выходить за рамки, ведь в противном случае ребенок выйдет в мир неподготовленным, не способным принимать решения и отстаивать свою собственную точку зрения. Как бы хорошо не было дома, каждый из них должен понимать, взрослая жизнь – это ответственность, и подходить к ней нужно серьезно, стараясь самостоятельно решить любую возникшую проблему. На мой взгляд, в любом деле, вы, наверное, со мной согласитесь, главное – любовь. Если есть любовь к профессии, ты будешь делать свое дело хорошо, тебе будет нравиться, ты будешь жертвовать собой. Любовь в воспитании, любовь в материнстве – это тоже, мне кажется, самое главное. Любовь, она же такая, если настоящая любовь, она же не требует своего, она милосердствует, она готова жертвовать. И поэтому, если есть любовь настоящая, большая, безусловная, тогда она, конечно, помогает. Существует популярное мнение о том, что матерью одного ребенка быть гораздо сложнее, чем воспитывать сразу несколько. По словам Марины, в какой-то степени его можно назвать верным. Имея сложности с первым ребенком, попутно набираясь опыта, в дальнейшем будет гораздо легче опираться на уже известные знания и не совершать ошибок прошлого. Кроме того, это может напрямую быть связано и с тем, что в процессе взросления и формирования личности дети смогут помогать друг другу на разных жизненных этапах, освобождая от переживаний и забот своих родителей. Когда я вспоминала, когда я была мамой одного ребенка, для меня сложным казалось то, что потом оказалось очевидным, когда было уже много, трое, четверо детей. То есть то, что я не успевала, когда была мамой в 25 лет, оказывается, можно быстро успеть, когда ты мамой в 35 и даже в 40. То есть нет такого, чтобы количество детей как-то усложняло. Наоборот, может быть, по определенным, не то чтобы не по определенным расписанию, но ты уже все равно делаешь то, к чему ты привыкла. Возвращаясь к празднику, нужно отметить, что в этот день во всем мире принято дарить своим мамам подарки за их неоценимый вклад в нашу судьбу. Отличным подарком всегда были и будут цветы. Эта традиция древняя, прекрасная и удивительная, повсеместно распространена и окутана тайнами. Это и поздравление с праздником, и символ благодарности, и знак уважения, и любви. Душистые букеты сопровождают все значимые события в жизни людей. Своим мнением с нами поделился Сергей Максимов. На его взгляд, осенью и зимой стоит присмотреться к зимнедекоративным растениям, которые и не прихотливы в уходе, и способны произвести впечатление на человека, которому подарок адресован. Колиус – это декоративное лиственное растение, которое отличается необычным окрасом листвы и эстетическим внешним видом. Они не зря считаются звездами первой величины для тех, кто ищет прежде всего нестандартные окрасы. Простые в выращивании, но не настолько нетребовательные, чтобы подходить всем, колиусы ожидают постоянного контроля и очень быстро теряют свою декоративность. Но если о них заботятся, кустики из бархатистых неповторимых листьев легко затмят любого конкурента. Первое растение, которое мы представляем как подарочное растение – это колиус. Всем известное растение в народе называется декоративная крапивка. Родина этого растения является африканский континент и азиатский континент. То есть это истинный такой тропический вид растений. Но славится он тем, что это самое известное растение, вот такой разноцветной окраской листвы. Насчитывается более двух сотен видов этого растения. Ну и сейчас уже, скорее всего, больше, потому что идет гепаритизация, получаются новые красивые сорта, вот вы видите, с такими листьями, с пестрыми, с зеленоватыми. Ну и, наверное, скорее всего, это будет хороший подарок для любителей комнатных растений. Затем в список отличных подарков на День матери входит спатифилиум, также известный как женское счастье. Это один из самых популярных комнатных цветков. У него яркие и довольно широкие листья, небольшой белый цветок, похожий на лист. Если ухаживать за спатифилиумом правильно, он действительно способен сделать свою хозяйку счастливой. Как минимум, благодаря его красоте. Родиной его считается практически вся территория тропических лесов, от Центральной и Южной Америки до Восточной Азии. Среди большого разнообразия комнатных растений можно представить вот такое растение, как спатифилум. Сейчас тоже большое разнообразие спатифилумов. Вот можно посмотреть, вот здесь есть, видите, с пестрыми листьями, есть двуцветные спатифилумы, вот с такими двуцветными листьями. Есть самый классический, пожалуй, он самый неприхотливый, с зелеными листьями, но вот с такими листоподобными цветами. Самое приятное растение, пожалуй, самое неприхотливое среди комнатных. И, наверное, будет тоже неплохой подарок для любителей комнатных растений, потому что растение очень отзывчиво на уход своих хозяев, постоянно цветет, постоянно радует всех любителей цветов. Хоть День матери в России и молодой праздник, он уже обрел свои традиции. Так у него появился свой символ – незабудка. Кстати, изображение плюшевых мишек с незабудкой в лапках – тоже атрибут праздника. Конечно же, в этот день стоит навестить самого дорогого человека – маму. И лучше не с пустыми руками. Ведь смысл праздника в том, чтобы мы уделяли внимание своим матерям. Подарок или просто букет цветов ее, безусловно, обрадует. Елизавета Газизянова, Валерия Карташова, Тимур Ахметов. Универ Новости. В городском Доме культуры Елабуги прошли торжественные мероприятия, посвященные 125-летию со дня основания Елабужского института и 219-летию Казанского федерального университета. Подробнее в сюжете. Вот уже 125 лет Елабужский институт непрерывно служит миссией педагогического образования. Не так давно и Казанский федеральный университет отметил свой день рождения. Потому объединение этих двух значимых дат стало отличным поводом для празднования, которое по традиции проходило в городском дворце культуры. Это большое событие для нас, для всех. Мы проводим различные мероприятия на факультете, проводим, также со школьниками, со студентами проводим, рассказываем про историю нашего университета. Поздравить со знаменательными датами прибыли множество почетных гостей. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин поблагодарил всех сотрудников и вручил награды лучшим преподавателям и студентам, которые ежедневно трудятся на благо института. В честь 125-летия Елабужскому институту был подарен автобус, на котором студенты смогут комфортнее передвигаться по республике. Ленар Сафин также заявил, что из бюджета университета будут выделены 125 миллионов рублей на развитие института, ремонт и другие не менее значимые проекты. Вообще, я очень рада поздравить наш институт с такой юбилейной датой. Очень рада, что смогу поучаствовать в таком кредиозном событии, как Императорский бал. И 125 лет – это дата такая большая и говорит о том, что все это время в институте передавалась из поколения в поколение педагогическая деятельность. Венцом празднования стал Императорский бал. Традиция именно так отмечать дни рождения КФУ и Елабужского института появилась больше 10 лет назад. Главные мотивы – венский вальс, линейная и императорская полька, блюз-фокстрот и джайб. В конце торжества были задуты свечи на торте, а студенты под огней салюта дружно проскандировали. ВИВАТ Университет. Кристина Отекина, Валерия Карташова, Универ Новости. 3D-еда – это что-то новенькое. В Австрии впервые в мире начали продавать в супермаркетах напечатанный лосось. Как заверяют сами производители, вкусовые качества ничуть не уступают натуральному морепродукту. Первый 3D-принтер придумал в 1981 году японский изобретатель Хидея Кадама. В первых машинах для быстрого прототипирования детали создавались слой за слоем, используя смолу, которая скреплялась под воздействием ультрафиолетового света. Считалось, что изобретение будет использоваться в научных целях, да и само оборудование по тем временам стоило очень дорого. В наши дни такой принтер может приобрести любой желающий, так как на рынке работает много производителей, как отечественных, так и зарубежных. Широкое применение 3D-принтер находит в производстве игрушек, сувениров и даже одежды. На днях в Австрии запустили стартап по продаже филе лосося, которое создали на 3D-принтере. По словам создателей, сам продукт ничуть не хуже настоящего лосося, а по содержанию полезных витаминов даже превосходит натуральную еду. Есть биофудпритинг, есть просто фудпритинг. Фудпритинг – это когда мы печатаем с помощью уже готовых ворсинок, с помощью уже готового материала, например, шоколада, либо сахара, как печать с помощью песчаных форм. А биофудпритинг – это уже печатать с помощью клеток. Можно напечатать мясо всякое. Вот сейчас есть, вот недавно видел исследование о том, что создали мясо из мамонта. Но его запретили, потому что оно вызывает очень большой экологический, точнее, углеродный сред, где-то 22 килограмма на 1 килограмм мяса производства. А в то время как обычное мясо производится, там, 4,5 килограмма на 1 килограмм мяса получается. В интернете можно найти множество видео создания еды с помощью пищевых принтеров. Часто их используют в кондитерской кулинарии, чтобы воплотить форму десерта, которую сложно воспроизвести даже профессиональному кулинару. Пищевой 3D-принтер помогает создать объемные и точные геометрические фигуры на тортах и пирогах. Rebo Foods, именно так называется компания, разработала процесс, который позволяет производить заменители лосося, копируя при этом характерную слоистость и сочные волокна, как у натурального филе. Также они отмечают, что смогли изготовить продукт из материалов с низким содержанием холестерина и без загрязняющих веществ, которые часто присутствуют в настоящей рыбе. Эта еда не опасна, потому что это еда, которую мы едим. Просто она имеет другую форму. Соответственно, а также мы можем туда включать некоторые компоненты, питательные вещества, которые еще больше... Например, ребенок не хочет кушать брокколи. Мы просто берем, напечатаем брокколи в виде всякой там кораблика, и ребенок сразу захочет покушать. Возможное применение биопринтинга, это, соответственно, печать органов, печать всяких сухожилий, замены сухожилий. Но полностью рукой напечатать пока еще никак не получится, потому что она состоит из разных тканей, которые невозможно получить. Но сейчас пока мы стараемся, ну, ученые стараются, получить возможность создать там всякую, либо печень, либо легкое, такого подобного рода органы. Австрийские стартаперы отмечают, что их цель – предложить альтернативу традиционным методам рыболовства. По их словам, многие виды рыб находятся под угрозой исчезновения. Технология производства на 3D-принтере, как заверяют в компании, безопасно и экологично. Аделя Файзулина, Николай Суховский, Маргарита Михайлова, Универ Новости. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова